что такое морс? биво! нет! ненавижу! ребят всем привет! с нами сегодня агата и как мы обещали сегодня идем пробовать русскую еду. агата ты готова? ты проголодалась? сейчас будем агату в общем угощать русскими продуктами. мы сейчас находимся в центре лонжоу это улица лиде. сейчас мы направились в ресторан русской кухни арбат. там очень вкусно. мне очень понравилось. я там уже был. ссылочку оставлю в описании. посмотрите. а вот мы и пришли. уже расположились. нам принесли меню. нам сейчас предложили попить что-нибудь и спросили вам морс принести или что еще? морс, комфот. вам принести морс или комфот? агата, что такое морс? пиво. нет! ты же не сказала. ты сама сказала пиво. я говорю ты хочешь пиво? я не хочу пиво. ты что такое? не знаешь что такое морс? не знаю. он скажет. давай она попробует и сама скажет что это такое. ну да давай в принципе давай. а компот знаешь что такое? компот. знаешь что такое? не знаешь? все нормально. оставляем. это в тайне. давай. пробуй. пиво? нет. морс называется у нас в россии. это варенье. варенье знаешь что такое варенье? варенье. из ягод. из ягод очень такое сладкое. его размешивают с водой. получается морс. понравилось? ягода называется брусника. брусника. так ребята в общем по меню мы тут определились. мы заказали хлеб. агата будет пробовать хлеб. дальше молочку мы не стали заказывать. потому что мы заказали рыбу. и грибы заказали. да. вот сейчас дальше по меню пройдем. смотрите вот такие грибочки мы заказали. опята. вкусно очень я уже пробовал. вот такую селедочку с картошечкой. ребята как вы просили. чтобы у нас китаянка пробовала не просто там голую рыбу одну. а как с картошечкой. приправа с укропом. с лучком. с всеми делами. смотрите. дальше что у нас по меню. мы короче заказали шубу. селедка под шубу заказали. оливье заказали. дальше окрошку отменили. потому что здесь молочная идет смесь. сметана идет. и блинчики с лососем заказали. дальше. вот это блюдо кстати пробовал. очень вкусно. шеф-повара. 110 юан стоят. и буквально прям вот на одного вообще хватает за глаза. мы на двоих такую ели. дальше. вино вот это мы пробовали. очень вкусно. и заказали колбасу. колбаса домашняя. так как в китае нету нормальной колбасы. мы будем пробовать колбасу именно здесь. этого местного приготовления. она более приближена к русской колбасе. вот и все. сейчас нам принесут. будем пробовать ребята. нам принесли первый салат. это селедка под шубой. селедка под шубой. смотри. самое главное что она слоями там внутри. и поэтому нам нужно полностью. снизу ее. да. салат слоями делается. понимаешь. понимаешь. надо есть так. чтобы все слои кушать вместе. аааа. понятно. да 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 да. что это? это салат. нормально? нормально? вкусно? да. попалась? рыба попалась? да. у нас сегодня не только гата будет пробовать. мы тоже будем пробовать. очень вкусно. кстати селедка почему-то не очень соленая. малосольная. да. малосольная. вот эта рыба соленая. не вареная не жареная. попробуй. сырая. 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 попробуй. вот она. вот здесь. да. просто соленая. соленая. ммм. маска. 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 ммм. запах как. свежие рыбы да. как будто бы да. как будто бы не готовая рыба да. да 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 да. как тебе прийти самое место мне кажется да. вспомнить все таки откуда ты из россии или откуда. но на самом деле нам и китайская кухня тоже нам очень нравится. ммм. мы кстати тебе забыли сказать. это красная. это свекла. здесь такого. овощи. да. овощи. рыбу я не привыкла. такую есть рыбу не привыкла. да. ну да. человек который ни разу не ел соленую рыбу просто. и мы в общем мы решили сагата делать так. она будет давать оценку. ммм. сколько ты даешь данному салату из 10 баллов. 8. 8. то есть прям. ну понравилось. 8 я считаю что это понравилось. да. понравилось. нам принести хлебушек. да. возьми попробуй какой нибудь кусочек. можно рукой брать. рукой можно. рукой можно. ааа видишь на них как. они все едят палочками получается. тоже можно руки не мыть после. а у нас перед едой руки моют. ммм. ну бери. вилка бери. вилка бери. в общем данный хлеб. более приближен к российскому. ну возможно даже один в один. соленый? соленый? да. вот он соленый. да. он ты знаешь он. он не соленый. он нормальный блин. он не должен быть сладким. хлеб не должен быть сладким. он горячим. ага. дайте мне полетушка. слушай ну прям вообще. как дома побывал. его кстати. ты знаешь не просто так нужно есть. а его нужно есть. с прикуску с чем нибудь. вот допустим ты сейчас берешь грибочки берешь и хлебом закусываешь. поняла? понятно. хлеб нужно рукой держать. приступаем к грибочкам. хлеб можешь как-то оценить кстати? хлеб? да. сколько баллов даешь? шесть. шесть баллов? да. не очень понравился. сладкий видимо больше нравится. да. нет. 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 мне больше нравится сладкий. я просто думаю. понятно. давай пробуйте короче. что это такое? зачем его есть? да? вот это. возьми ложки. положи на тарелку все побольше. смеси. кисло. ну да. мысло. кисло. не нравится. не нравится? нет. правда. нет. нет. слушай вообще я тащусь от этого. ну от этих грибов. да да. это семь баллов. а? это семь баллов. это пять. пять баллов? нет. ну если тебе вообще не понравилось. вообще не нравится. два. два да? два балла даешь? да. как тебе вкусно ну ты уже у нас пробовал да у нас уже пробовал как тебе здесь вкусно сколько баллов 9 9 ты что мне прям интересно интрига интрига что же будет 10 баллов по ее селёдочка с картошечкой пойдет вкусно и прям от хлеб лежит прямо фото хлебом закусить пельмени приступаем сметану да обязательно сметану макнуть вкусно сметану отдельно там ребята настоящий сметану реально вкусно оценку оценки 9 что ты будешь делать она я пробую прям сушенатом так попробовала смачным слушай сметанка все решает вот не покачал перемене прям зашли почему-то я не знаю почему именно вот настолько это по-русски мне кажется перемешки сметаны перейдем к селёдочке самому вкусному давай селёдка не идет есть селёдка не едят да селёдка не нравится а почему именно рыбой как бы пахнет да то что да да рыбой пахнет то что сырой рыбой не нравится вообще вообще ненавижу ненавижу ноль баллов селёдки мы пробуем селёдку вкусно уже не понимает катя здесь селёдочка-то агата съела так как ну давай пробовать будем до блины с рыбой но рыба здесь приготовленная приготовленная так что давай не переживай это поймает она макать наверно тоже сметану до начинки добралась хорошая сметана сметана сушить волосы сотворит ну а блинчик как тебе понравился рыба если без сметаны нормально 5 баллов 5 баллов дает же если со сметаной тогда 7 баллов колбасу принесли о слушайте пахнет бараниной представляете да колбаса из барани офигеть как пахнет запах да ну и чё вкусно прям вкусно да сколько мяса сразу что ли ну подожди она ещё не понимаешь давай пусть поесть 8 8 а чё и бывает калленькие сладкая колбаса до же прям очень вкусно буду не мои 10 реально мы прям по колбасе я очень соскучился еще домашняя на баранины Баранинки и все. Прям снюс сок, прям смотрите, бежит. Воман Яо Морс. Мне интересно, что это все идейцы, русский ковар готовый что ли? Да, это русский ковар готовый. Ребята, пришли. Китайцам нравится русская еда, да? Да. Знаешь, они не одни китайцы, которые тут сидят. Там еще есть две китаянки сидят и еще сидели здесь тоже китайцы. Мне прям вот интересно, что они закажут. Мы маленько подглядим с вами. Аката, в общем, не знает, что такое калияна. Мы сидим ей это объясняем. Она нас видела, да. Ей очень интересно. Так, ребята, принеси нам счет. Что от 65 вышло? Мы, в общем, так смотрим. Если бы не Морс, то, в принципе, ценник был бы нормальный. Все-таки заграничный Морс стоит денег. В принципе, все равно можно себе позволить иногда, я считаю. Атмосферное место и русская еда здесь экзотика, поэтому я считаю, что можно. Тебе сегодня прям вот что-то все понравилось все-таки? Да, оливье. Оливье, да? Вот прям отметил это оливье, да? Мне колбаски больше всего понравились. Мне понравилась колбаса на первом месте, селедка с картошкой и племешки. У нас как-то вкусы сошли с тобой, да? Да, видимо соскучились. В целом, как тебе? Сегодня ты попробовала русскую кухню. В целом вкусно, конечно. Еще прием? Обязательно оставлю адрес в описании этого места. Ты посмотри, как они нам упаковали, все красивенько. Фирменный пакетик. Все дела. Ресторан Арбат. Молодцы. Смотрите, здесь так оживленно. Вот здесь, кстати, если кто-то интересуется, в центре Гуанчжоу именно погулять можно здесь. Здесь бары, рестораны. Здесь не только русская еда, здесь и китайская, турецкая, всякая. То есть японская. Здесь можно гулять, выпивать. Здесь прямо вот так оживленно. Очень много иностранцев. Ребята, если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Агата была максимально честна. Не сами это готовили, и мы ее предупредили, что надо быть. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока-пока. Пишать так, почему тяжело? Так ты что так делал-то? Убирался. Ну блин, все так вкусно.